Всем привет, с вами Оксана Майкова, это Испания. Вчера залипла на одном канале про Японию. Мне это так показалось интересно, ну то есть залипла прям часа на два, наверное. Ну думаю, наверное, что-то надо делать, надо как-то снимать что-то про Испанию. Наверное, интересна не просто профессиональная деятельность, то есть я занимаюсь тем, что помогаю инвестировать в недвижимость Испании максимально выгодно и безопасно. Вот видите, опять начала. Никак от своей темы не отойду. Наверное, интересно, как люди живут. Смотрите, сейчас 8.30 утра, да? Куда я иду? Я иду в спортзал. Спортзал открывается в 8.30, а у нас новый плейлист. Следовательно, вот начитаем мы новый плейлист спортзала. Это такой мой район. Так, чтобы немножко посмотрели. В принципе, я выхожу в перископ сейчас и на фейсбук в том числе. Но качество видео мне не нравится, качество прямых трансляций. Поэтому все-таки видео, наверное, нужно пилить. Ребят, открыты булочные уже. То есть это первое, что открывается. Даже кафешки. Я еще в таком районе живу. Скажем так, в спальном, да? Ну, как спальном? В испанском районе. То есть у нас здесь нет гостиниц, то есть нет туристов. Поэтому этот район живет по законам конкретно Испании. То есть так, как испанцы живут. Вот сейчас впереди буду проходить университет. То есть вот эти вот дома. Видите? Ну, то есть а-ля спальный район. Что мне здесь очень сильно нравится. Да, покупала его под план, когда здесь ничего вообще не было. Вы смотрите, здесь очень много парков небольших. Я уже где-то показывала. Вот здесь воду включают днем. Да, то есть в свое время. И, ну, красиво. Это очень красивый район. Очень зеленый. То есть очень много и деревьев, и красивых цветов. Ну, Испания вообще этим славится. Ну, давайте я как бы представлю. Сейчас уже я так решила запиливать такие ролики. То есть живу я здесь 18 лет. И вчера, когда смотрела о Японии, ну, не знаю, что у меня прям так залипло. Ну, вот залипло. То есть думаю, что, ну, за 18 лет наверняка есть что показать, да, чего. Рассказать. Может быть, вам будет интересно. Конечно, будет интересно. Мне бы было вот это вот университет. Это высшая школа, да, то есть 9-й, 10-й класс. Здесь такая форма образования. Достаточно... Ну, немножко другая. То есть есть детская школа, есть средняя школа. А вот это вот 10-й, 11-й, как у нас называется университет. А сейчас вот мой любимый театр. То есть я человек из театра, поэтому у меня это интересно. Это единственный театр. От Малаги до Марбэй, наверное, в Марбэй, наверное, тоже нет театра. Прям театр, театр. Ряд, смотрите. Театр у Лас-Лагунас. То есть, следовательно, я живу в Лас-Лагунасе. Вот море магазинчиков, детских садов и всего остального. То есть это спальные районы. То есть, ну, как спальные. Ну, наверное, да. Наверное, это будет правильно. То есть это не исторический центр города. Ну, так как я иду в спортзал, я должна вам сказать о муниципальном спортзале. Опять же, в нашем районе там через каждый дом есть по спортзалу. Небольшому, маленькому, такому, частному, где все есть. Все новенькое, то есть все четко. С спортзалами здесь вопросов нет. Вот. Но есть у нас муниципальный. Что такое муниципальный? Помните детские школы в России? Вот я помню. То есть куда на гимнастику ходила, в бассейн. То есть это комплексы целые. Вот это та же история. Вот, например, сейчас мы к стене подойдем, я вам покажу. Вот здесь вот на этой стене, да, таблички спортсменов испанских. Это я в прямом эфире уже привыкла снимать. Смотри, что. Не переключаю. Как взять-то, господи. Вот так. То есть это испанские спортсмены, которые выпустились из этой, короче, школы. Ну, их тут куча. А, вы чуть-чуть показала, потому что надо идти в спортзал. Надо начинать. Так вот, здесь другие цены, да, совершенно. Другие. То есть платишь абонемент. 40 евро он стоит на год. И в зависимости от того, чем ты пользуешься. То есть если зал, например, то получается по 20 евро в месяц. В отличие от частных. В частных 40, как минимум. 40, 60, 80. Вот, а если ты используешь. Вот в муниципальном это 20. Вот это любимый их. Кампо де Гольфу. Кампо де... Фу, Кампо де Гольф. Кампо де Футбол. Ну, естественно, это же школа, детская школа спортивная. А, да, вот спортивные детские школы. То есть это... Здесь вот футбол. Конечно же. Большой бассейн. Спортивный. Ну, и спортивный зал, конечно. Ладно. И еще самое интересное. Мне бы очень хотелось показать вам, какая публика у нас в спортзале. То есть интересно. Потом напишите. Потом напишите. Я так подозреваю, конечно, кто ходит в Россию в спортзал. Вот это вот веники. Ай. Ладно. Сейчас переключу. Вот это вот Pista de Tennis. Да, Pista de Tennis. Вот в этом месте. Один, два, по-моему, три. Да? Вот это вот бисеклеты. То есть народ тут занимается на велотренажерах. И это 8.30. В принципе, это достаточно рано. Мне надо дорожку занимать, потому что иначе не хватит. Нет, самое интересное, почему я это начала записывать, потому что очень интересно, какая публика здесь. Вот смотрите, вот такой вот спортзал. Да? То есть вот так вот здесь все это выглядит. Ну, не знаю, удастся ли мне, захотят ли они вот так вот сниматься потом, да? Кто будет подходить. Но через некоторое время народу будет достаточно много. Вот это вот как бы тренерская, да? Вот здесь вот такие штучки лежат, где у каждого программа. Это Хисус. Это принято. Ну, то есть вот такая история. Сейчас включатся эти телевизоры, да? Включатся телевизоры и пойдут. Ну, если по тренажеру вам интересно, смотрите. Ну, в общем, в принципе, все есть, да? Там дорожки всякие, велосипеды и много-много-много-много-много всяких... Всяких-всяких-всяких-всяких-всяких-всяких инструментов. Я вам сейчас показывать пока не буду, да? И нет никого. Потом попозже включусь и продолжим. О, Voilà! И это тоже хорошо. И так самое! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...